Так, вот решил сделать натюрморт написать Но прежде чем его написать, соответственно, его надо создать предметы, чтобы написать с натуры У меня есть различные предметы, предметы старины Сейчас я покажу, у меня есть прялка Вот такая прялочка У меня, кстати, не одна есть, еще есть Это, конечно, не все предметы, но вот из них можно что-то сделать И я хотел бы вот на таком фоне То есть фон должен быть неяркий И, по возможности, вот такой вот серенький, интересный, вот он под дерево Самоварчик, я думаю, что он может выступать один Как главный предмет в натюрморте Ну вот, как это все расставить, пока я понятия не имею Думаю, как это все развесить и разложить Возможно сделать два варианта Точнее, вариант такой, что Такой вариант, что предметы заднего плана Точнее, одни предметы будут на заднем плане А одни предметы будут на переднем плане Как двухмерное такое изображение Ну, что получится, пока не знаю, буду пробовать Так, прялка-то она у нас большая Высокая, можно ее, наверное, поставить на задний план Такая грязная прялка, старинная Ну, работающая То есть, она вполне функционирует Надо ее вот так повыше, я думаю, приподнять На стул на какой-нибудь или еще на что-то И пусть она будет как фон Сейчас мы это сделаем Так, я думаю, эту конструкцию можно поставить на стул На стул О! Посмотрим Так, что у нас получается Вот такой Так, ладно Дальше Подвигаем Одну вот эту штуку О! Ага Ну вот Что-то начало Проясняться Сейчас надо, наверное, стол выровнять И поднять его, опустить Конечно, важен ракурс С какого ракурса на это на все дело смотреть С одного ракурса это будет кучка предметов А с другого ракурса отличный натюрморт Поэтому тут Тут, наверное, повесим Это Гладить Вот такая старая штука Раньше гладили одежду Валик брали На нее одежду накручивали И вот такими движениями Какими-то Разглаживали То есть это Фактически это утюг, друзья Вот такой вот Утюг Смотрите Резной Все дела Ручная работа Хорошо Ладно Это мы его, наверное, куда-нибудь Вот так повесим Потому что он Предмет тростепенный И на фоне будет хорошо смотреться В принципе, как и прялка Это все дерево И хорошо подходит под фон Стол сейчас стоит криво Можно ножку Вот эту Вкопать В землю И выровнять Горизонтально Стол Чем мы сейчас и займемся, наверное Так Что только мне приходится делать Для того, чтобы Просто Сделать ветерман Сейчас мы попробуем Вкопать Столик Сюда Вон, выровнялся Тут просто наклон Нет, ну что такая О Даже перебор Надо чуть-чуть еще поднять В принципе, дерево удалось О, ну кажется Очень даже неплохо получилось Так Вот зеркало у меня есть Которым Можно воспользоваться Если его прикрутить Если его прикрутить То мы можем С вами Вот так Приблизительно Показать То мы можем Показать Отражение Самовара Что тоже Будет интересно Сейчас я посмотрю Возможно Неправильно прикрутил Все это Надо будет Смотреть Со стороны Ох Что я его Пока вот сюда прикручу Дальше будет Ясно Что с ним делать Может быть я его В другом повешу Пусть вихит Все-таки он выделяется На фоне И это Хорошо Дальше Вот эту штуку Можно было бы тоже повесить Но получается Но получается Такое уже Нагромождение Какое-то В общем Отставим пока ее Потому что все должно быть Умеренно Умеренно И На своих местах Цель Наверное такая Натюрморта Показать предметы старины И Показать Что время делает С этими предметами Которыми раньше пользовались Потому что я не хочу Я не хочу Вот допустим Вот эту паукинку снимать Я ее может быть попробую нарисовать Вот листочек тут прикрепился Пыль вот эта вся И может быть Это все К лучшему Все к лучшему К тряпочке К тряпочке Все это мы попробуем Сейчас спустить в дело Все-таки я решил Поместить сюда Сюда вот это Эту прялку Пусть она зарастет Стоит в траве Заросшая прялка Мы можем что здесь сделать Взять какую-то Сухую листву Кинуть Вот такая вот Старина Заброшенная Какие-то предметы Что можно еще сделать Чтобы разнообразить Чтобы разнообразить Композицию Мы можем использовать Драпировки Да У меня получился Вот такой Натюрморт Заменил я все-таки Стол на Тумбочку старую Убрал Лампу Хоть она и красивая Но Просто она Слишком много предметов И она Уже Какой-то перебор Чувствуется Ну Давайте я расскажу О натюрморте Сначала я расскажу С технической стороны А После Расскажу Идею Натюрморта Ну Идея Достаточно Философская Такая Значит С технической стороны Мы видим с вами По композиции Центр композиции Это Самовар Будильник И отражение Самовара Но сейчас Камера стоит Немножечко по-другому Поэтому вы Возможно Отражение не видите Но С другого ракурса Отражение видно И Центр будет составлять Из трех предметов То есть Отражение Сам самовар И будильник Это Центр композиции Куда Будет Притягивать Взгляд Зрителя Во всех Картинах Есть такой Центр И Первоначальный Взгляд Куда Падает Зритель Это и есть Эта точка Это центр Картины Что Примечательно Что Будильник Из Сиона Тюрморта Красный И Он на переднем Плане Он конечно Выделяется Из Сиона Тюрморта И он Главный И это Неспроста Потому что Идея Самого Натюрморта Это Время Но Я об этом Расскажу Попозже Чтобы Выделить Этот будильник Еще Более Значимым Его показать Здесь Я положил Драпировку Светлую И вот На довольно Темном фоне Да Вот на таком Вот фоне Вот эта Светлая Драпировка Она Выделяется Что привлекает Внимание К себе И Зритель Смотрит Именно Вот на эту часть Натюрморта Первоначально Ну Может быть Вот сюда Точка План Либо Точка Зрения Вот первоначальный Блуждает Такая Вот Здесь Потом здесь А потом уже Начинаешь рассматривать Натюрморт Так вот Драпировка Эта Идет Не просто Так Чтобы Поддержать Ее Она Продолжается Здесь Как вы Видите И Вверху Вот этот Рушничок Да Как называли Раньше Вообще В самой Картине Получается Что Вот эта Часть И Сами Драпировки Идут Вот такой Дугой То есть Есть Какой-то Какая-то Дуга Которая Показывает Вокруг Центра Ну Как-то Обозначает Этот центр Композиционный Это Раз Второе Мы Видим С вами Самовар И он Ну Такого Цвета Но Чтобы Этот Цвет Дублировался Чтобы Этот Самовар Был Не один В натюрморте С таким Цветом И тоном Приблизительные Предметы Похожие На этот Цвет Это Вот такая Плетеная Сумка И Вот это Утюг Можно сказать Старинный Утюг Им Гладили Белье Вот Он Здесь Просто Дополняет Да С левой Стороны Наш Натюрморт И Самовар И эти Два Предмета Вот Вместе Они Составляют Какой-то Какой-то Колорит Цветовую Какую-то Цепочку Но Так как Самовар Ближе К нам Находится На переднем Плане А вот Эти Два Предмета Дальше И Самовар Это Металл Он Имеет Более Контрастные Такие Блики И тени Он Конечно Будет Выделяться По сравнению С теми Предметами Вот А они Вот эти Предметы Будут Списываться На задний Фон То есть Они Второстепенную Роль Играют Дополняющую И получается Что Опять-таки Важный Здесь Оказывается Самовар Вот Будильник Самовар Да Это Самые Два Предмета Важные Получаются Третий Предмет Который Хотел О каком Хотелось бы Поговорить Это Пряха Вот это Я неспроста Ее поставил Дело в том Что если Поставить Предмет С левой Стороны Плотный То есть Нет Ну Вот Вы видите Через спицы Мы Можем Наблюдать И Сухие Веточки И вот Этот Утюг Да Деревянный И Вот Эту Драпировку Потому Что Все Просвечивается Да Здесь Мы Видим Нет Ничего Если Б же Это Колесо Полное Было Например Деревянное Полностью И Не Был Этих Просветов То Она Отвлекала бы Внимание Зрителя Но Так как Она Она Имеет Вот Такие Вот Просветы Спицы То Она Деликатно Так Дополняет Натюрморт Аккуратненько И Ничему Не мешает Вот Ну И О зеркале Если говорить И Вот О сухих Вот этих Листочках Листочках То Мы Переходим К Идеи Натюрморта К Ее К Такой К Философскому Рассуждению Я Хотел Показать В этом Натюрморте Самое Главное Это Время И Время Вот Как Сальвадор Дали Написал Картину Где Часы Как Сыр Расплавленный Текут Вот Здесь В нашем Натюрморте Время Говорит О том Что Ну Предметы Стареют И мы С вами К сожалению Стареем И Все В быте Все Стареет Все Изнашивается Ну Вот И поэтому Я не стал Не протирать Самовар Не стекло Протирать Это все В пыли Вы Можете Видеть Что Вот Здесь Паутинка Есть Может Быть Присмотритесь Листочек Вот Висит На Паутинке Я Положил Сухую Вот Здесь Траву Вот Она Сухая Малина Которая Символизирует Что Время Беспощадно Ко Всему И Раньше Этим Самоваром Пользовались Пили Из него Чай Сейчас Он Стоит Якобы На улице И Никому Не Нужен Кроме Того Вот Такая Малинка Вот Она Сквозь Сквозь Прялку Выросла Указывает Тоже На то Что Вот Время Идет И Заросло Все И так Далее То есть Это Такой Образ Далее Важную Важную роль Играет Зеркало Как я Уже Отмечал Зеркало Здесь Неспроста И Дело В том Что В зеркале Будет Видно Такой Ну вот Оно Пыльное И В зеркале Будет Самовар Этот Приглушенный Вот этой Пылью Дальним Планом И Это Будет Тусклое Такое Отражение Ну не только Самовар А почти Всего На термор И О чем Это Говорит Что Наше Прошлое Наше Прошлое Какие-то События Предметы Все Это Немножко Вот если мы Вспоминаем Это все равно Воспоминания Они все равно Затуманенные Тусклые И вот Образ Зеркала Такого Тусклого Ну Это Такой Своего рода Намек На На прошлое В настоящем Ж Всегда Все ярче И Какие бы Яркие Прошлые Воспоминания Не были Они все равно Ну Тускнеет Чем Действительность Чем вот Сейчас Происходит И сейчас Все равно Мы видим Яркие Четкие Границы Вот Яркие Четкие Границы Самовара Которые Намекают Нам Что Это Настоящее И хоть Старый Самовар Он все же Красивый И он Находится В настоящем Таким Образом Получается Настоящее Здесь И Отражение В зеркале Прошлое Вот Все Вот На таких На символах И построено В этом Натюрморте Что Меня Радует Что Это Не Обычный Натюрморт Какой Мы привыкли Писать Большинство Ну Цветочки Поставили В горшке И давай Их Писать И Показывать Красоту Да Хорошо Можно Красоту Передавать Это же Красота Ж Вот Но здесь Уже Идет И красота Старинных Предметов Это же все Антиквариат И Философская Какая-то Значимость Идея Идея Времени Ну Я думаю Что Должен Получиться Натюрморт Очень хороший Потому что Мне нравится А если нравится Художнику То Скорее всего Он Будет Вкладывать Душу Вкладывать Свои Эмоции И Получится Замечательная Работа Ну что Будем Работать Друзья Замечательная Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова